Слово Свет появился из тьмы Над водой, над землей Засиял небосвод голубой А потом Появились растения Звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, дорогие друзья Не успели мы оглянуться Как пролетела целая неделя И мы снова встречаемся На нашем уроке церковно-славянского языка Все собрались? Тогда начинаем Перед учением помолимся Богу Ведь Он наш помощник И главный наставник Во имя Отца и Сына И Святаго Духа Аминь Господи, благослови Ребята Сегодня мы заканчиваем наш разговор О церковно-славянских словах Которые начинаются с буквы Глаголь Нашу беседу Я хочу начать со слова Которое очень редко Употребляется в современном русском языке Только когда речь идет О церковной и духовной жизни Это слово Гавети Очень древнее слово Так называется Обычай верующих Готовится к причащению Святых Христовых тайн В это время Несколько дней до причастия Мы соблюдаем строгий пост Стараемся чаще бывать На службе в храме Молиться дома И быть особенно внимательными К своему поведению Мы гавеем Вот как это слово Пишется по-церковно-славянски С буквой Ять Посередине Наверняка вы слышали И родственное ему слово Заговенье Так называется Последний день Перед большими постами Великим Рождественским Он у нас идет сейчас Успенским В день Заговенье Еще можно употреблять В пищу мясо Рыбу Молоко Все то О чем мы отказываемся В дни поста От слова Гавети Образуется прилагательное Гавейный Значит Особенно почитаемый И уважаемый Так вот Оказывается В чем истинный смысл Гавения верующих Перед причастием В эти дни Мы стараемся Насколько это возможно Для человека Явить Почтение святости Того таинства Которое нам предстоит Таинство Причащения Ведь в нем Мы таинственно Соединяемся Самим Богом Подумайте Ребята Какое-то Великое таинство Мы должны Принимать его Достойно Вот ребята Какое-то Замечательное слово Гавети Мне бы хотелось Еще много Рассказать вам О нем Но Наша передача Уже близится К концу А я до сих пор Не назвала Еще одно слово На букву Глаголь О котором Необходимо Знать и говорить Но неприятно Даже и думать Поэтому я говорю О нем Напоследок Это слово Грех Слово-то какое Маленькое Всего один слог А сколько Оно заключает В себе Скорби И печали Для верующего Человека Ведь грехи Отдаляют Нас От Бога Грех Это Отступление От божественной Заповеди Нарушение Закона Божьего О грехах Нам придется Говорить Еще не раз Сегодня Мы назовем Только те Которые Начинаются С глаголя Гнев И Гордость Вот как Эти слова Пишутся По-церковно-славянски Я думаю Каждый из вас Видел разгневанных Людей Которые Не в силах Спокойно Доказывать Свою правоту Кричат Бронятся А иногда Даже и дерутся В сердце Их злоба Которая Ослепляет Их А гордецы Они ставят Себя Выше других Считают Своё мнение Единственно Верным И не понимают Что они Живут Только по воле Бога Без которого Все их усилия Ничто Чем страшен Для человека Грех Он Подчиняет Себе Человека Не обращая Внимания На свои Малые Грехи Человек Привыкает К ним И в конце концов Попадает В греховный Плен Откуда Вырваться Ой как Трудно Вот, дорогие мои друзья, оказывается, разговор о грехах был весьма кстати, потому что именно от них мы очищаем свою душу говением, то есть исповедью, постом и молитвой, чтобы достойно подходить к святой чаше. Этого я желаю вам всем, дорогие мои друзья. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Продолжение следует...